Вуйка, для тебя смотри, обвариваем все, дырка есть у нас еще рама родная передняя ну вот она, да, урубаря вырезаем нижнюю губу сюда все, ну, зарезаем тут там, ну, выебываемся вот так, вот так тут, ну, как-то вот тут вот так, и сверху накрываем и болтами еще зажимаем, даже шва не будет видно, блять, сварочного как тут оно, что может поломать, одно нахуй железо, второе, третье еще будет и четвертое и найдет оно все вот сюда вот тут, ну, блять, я не знаю чем его сломать, танком бассажир, привет начинаем подготовку, ставя вон там ржавчину вот эти уши чистит все хорошо процесс пошел пацаны были истории там у нас не так давно сверлили раму, говорили, что не сверлится мазовская рама не знаю вот спасибо ромке дал мне трелку сейчас здесь сверлим из-за чего нужно зазор вывести один уже болт зацепил сейчас второй потом это все обварится еще болты и сварка нам помогут ну, как бы сверло я не знаю наверное р6 м5 или р18 это было бы лучше ну как бы сверлит видите синий нету опилок нету синей стружки нормально даже не мазал ничем короче сверлить нам тут не пересверлить как-то так все занимаемся пацаны начинаем сверлить у нас света нету целый день работая на электростанции представляете вон электростанцию запустил я такого еще не делал никогда чтоб у нас какие-то ремонты на линиях а уже зима завтра не знаю кто там что говорил мне рассказывал что раму сверлили мазовскую два дня там коронками чем-то ну вот смотрите стружка да ну я не знаю что тут военного спасибо ромке еще раз за эту кабаку что дал надо и себе такую купить цена тысяч 8 наверное гривен примерно плюс-минус ну не важно то есть сверлится все этот чуть позже расскажу по осям там как ну кузов будет я уже раз там рассказывал возник у нас этот пор но сейчас некогда темнеет света нету надо сверлить бензин горит короче ну все хорошо занимаемся все то есть обалденная вещь пацаны сейчас мы ее зафиксируем обварим болты сымем усилитель сюда наложим кусок рамы ну увидите и все и привет семье и рано дома то есть все просто то есть ничего военного берите сами делайте я рассказываю все доступно без всяких этих то есть этих этих секретов там есть там говорят секрет в этом секрет в этом их у меня просто нет да санечка и все инструментом обзавелись а разовая акция вложили и все а потом вот так вот ляп-ляп-ляп-ляп для меня раньше вот это была жопа я себе эту сделал скадрель давно с воздушного этого редуктора какого-то он там воздухом вращался все выкинул там варил там шестерни уже работает лет и лет медленно как раз работает а что работать все здесь мы обжали оно тут чуть-чуть вверх обжалось все струбцинками то есть выставили типа плюс-минус трамвайная остановка ну как-то так занимаемся санечкой зацепились поджали болтами динь-динь-динь в ремяночку дырки сверлили нужных нам в нужном месте середины используем родные мазовские дырки туда говорили что оно лопнет разорвется мне просто интересно как бы вот для общего развития для мировоззрения и всего такого один лист одна рама ман рама это в этой ситуации мы ее еще одной рамой перекроем сейчас ой фух 8 миллиметров 8 и 8 считать умеете да 24 миллиметра у меня на грани 10 тоном полосы видите длинная ручка варена не хочу идти десятка толщина рассчитанная 10 тонн это я думаю что ну а у него запас идет выпить раз или в 6 что-то я слышал такое насчет этих всех курьков писали что там сильные что оно все развалится ну это по этой ситуации по идем дальше 8 8 еще а вот еще один усилитель под толщине у теории самое слабое место у нас будет вот здесь она мы его листом перекроем если ездил ман 400 сил на одной раме как бы ну я не знаю еще и подрамник будет работать ребром то есть работает ребро не вот так а вот так работает для особо я объясняю линейка вот гнется вот так она не гнется ну а толщина миллиметр чтоб ну я не знаю как разжевать намазать еще можем маслом саня болтов добыли сейчас нам нужна рама сюда спасибо опять ромке что мне подогнал боша там вот модель там мне просили не знаю что там видно или нет какая модель тут хрен узнать какая о о вот модель там уже просил то есть и разобрали раму ребят болтов сколько 16 козырных ну минут 10 наверное я думаю кстати трещина видите дэн 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 и ничего что все еще будет бегать и бегать как молодая длина рамы то есть ее крутила рамаш ума за по-моему что там 780 у этого у 6303 если мне память не изменяет ну наши дороги время а по поводу сварки вот завод это не я вот видите усилитель как они обваливают 90 у нас шел по от 45 ну как-то так я все снимаю и констатируем факты свет нам уже дали да Саня слава Богу выключили нашу бензопилу сделали варф серьезный он саня с бочки у нас это бочка гляньте какой вар вакса да вакс очка такая вот Алин Саня говорит все здесь сверлим временно не знаю рама кстати мановская по-моему сильнее рама чем мазовская вот она вот я я вижу по сверлению как бы мазовская фонарь мне там рассказывали пугали что мазни сверлится сверлил я и вот вот эту часть одно второй металл и то есть ну сверлил я все хорошо все сверлится вот сверлили мы ну то есть нормально вот сверлили именно мазовскую мановская рама по-моему чуть-чуть дуще все одна сторона сжата у нас сейчас делаем шаблон чтоб здесь рама разошлась а миллиметров 5-6 то есть сейчас мы это все соберем жестко а потом начнем эту она играет как этот холодец ну чтоб натяга было меньше будем собирать так что процесс идет ой 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 расскажу кузов специалистам вот у Татры визуально 15 сантиметров я выходил ночью мерил разница жопа то есть да на 15 длиннее на кабину у нас будет 90 длиннее на кабину так что то есть ехать она будет хорошо в гору потом писали что будет ее поднимать автомобиль вот вам живой пример то есть я же ничего не не вру движок тяжелее согласен то есть но все работает здесь работает на этом автомобиле все работает тоже тут разница вот смотрите вот середина кузова сантиметров 40 то есть на кабину то есть вот центр кузова 40 сантиметров работает а здесь а будет 90 поднимать ну не знаю может что-то еще поднимется в штанах но не машина точно так что а если что вот у нас есть что блок привяжем на бампер красочкой намажем да саля и и точно блоки цемент есть щебенка есть так что все хорошо ладно не мешки ворочать надо брать и работать темнеет уже пацаны новый рабочий день прохладно но солнышко есть сейчас рамы разрезали подготавливаем вот сюда нужно залупиться что-то какую-то закосилить косинку косинки да Саня сейчас отбойный молоточек у Санечка у нас опытный пулеметчик да Саня пулеметчик все здесь я сейчас уже обвариваю сейчас расскажу постепенно о ней электроды вот пачка новая взял монолит ну вроде бы лучше вистека варят мне больше нравится вот уони 1355 все как полагается а ну Саня включай максимку электрода тебе видно там я не вижу ничего а еще пошло пошло есть 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 вот и вся масс 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 разбираем как орехи пацаны никого не слушайте берите отбойный молоток а то там видео в ролике кувалдами махают ну ну у меня руки мои бесцельные у меня руки мои бесценны она готова давай следующую подготавливаю еще 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 все все оно вышло там отклеилось отклеится следующий есть есть отклеилось она отклеилась все ребята сколько времени ушло а ну умники кто там сильно рассказывать кувалдой помахать оно хорошо затачиваешь ручках длиннее и бьешь можно но без меня я ленивый скажу честно очень ленивый приходится вот включать мозги лень двигатель всего этого все прогресса да вспомнил о том чего лень куда лень блин холодно все сейчас вот это еще выбьем асаня уже ушел воздухом сейчас обрежем вот заводской шоу чтоб не было там рассказывал что нельзя варить сейчас мы его обрежем и эту раму с этой состыкуем разберем все болты обвалил здесь здесь отверстие было заводское зацепил чтоб не низ сейчас зацепить чтоб он не начал расходиться ну короче как то так все пацаны занимаемся балаболить некогда так пацаны у нас там не получается ширина будем с двух кусков сваливать увидите потом чтобы обнять полностью раму сейчас высверлю дырки под заклепки там три отверстия сейчас два наметил сейчас пойду одену намечу еще одну сверлится раму обычно то есть ничего военного нету говорится блинов добавилась работы ну а шо рабыть сейчас отметим увидите как будет получаться все рабочие моменты сейчас мы ее обнимем швеллером нету швеллера у мазарама тридцать один по наружу мановская тридцать два там что-то у меня и пять ну не получается хотелось обмануть ну не вышло ну сейчас мы его обдурим как-то так без оборудования конечно сверлить дырки на 25 не совсем сексуально короче нету ширины такой чтобы нам обнять мазарская узкая уже говорил сейчас Арсаня косынется я взял мазарский усилитель что мы выкидывали видели сверлил зачем заклепки повысверливал не хотел я их все разбирать чтоб ну наша хатка вся эта не рассыпалась не ушла выселил 25 сверлом посверлил обжал его сейчас сейчас зарезаем вот эти вот эти все углы хватаем там здесь обвариваем чтобы у нас был цельный швеллер нижу швеллер то есть идет полностью короче как-то так а что робыть собрали этот швеллер частей как-то выставили как-то тут зарезали еле подогнали 20 зарезал это мы снизу пластинку раз все зальем все будет красиво приколчом эта рама мановская выше ну вот я выставил по правилу миллиметров 7 сюда еще потом полосу положим чтобы выйти в одну плоскость здесь отварить уже уже не буду ничего отсюда еще планирую рессору прикрутить чтобы балансиры были вечные как у китайцев сделано чтобы на вывороте терло времени ушло на это все подогнать зарезать запилить найти с чего блин нету ширины такой рамы ну ничего мы ее с двух кусков сейчас обварим ее на болты соберем все шумов сварочных именно по раме никаких не будет все остается сюда нельзя больше залезать из этого уши еще с рессора тут сейчас ровняем все все будет ровно все красиво выставляем с запасом обрезать всегда мы успеем да Санечка сейчас ее сваркой прихватим начнем сверлить а потом уже будем а потом уже будем обваривать шоу можно было его может и не варить но я люблю они сейчас задубасим все красиво с айфона селфи да как в той песне ну и и все одна сторона будет готова сверлить сильно много дырок подгонки все как обычно ну все занимаемся дальше процесс виден один швеллер еще один и все и мы перекрываем выходим на нашу высоту мановскую тут чикнемся снизу говорю пластинка заварили и привет семье и рано дома все занимаемся так пацаны вот так вот происходит сверление усилителях дырка она не 16 и не 14 болт то есть меньше 16 и приходится переходить на 16 все фирменные болты с этих дальних районов как от сердца отрываю все фирма там какая-то там написано именно забиваешь ну очень сильно Étice давай дай пойдем видео уже тверло керху давай Уже сверло, села Давай, 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 скреби Скреби Давай Давай, давай Давай, давай Пацаны, что за фирма, не знаю, вон там написано, читайте Титан, китан, что-то еще Ну, короче, страшно Вот я сейчас просверлил три рамы Сверлочка уже, конечно, надо его пойти подлезать Ну, сверлит, сверлит, все хорошо Проблемы я в этом не вижу Просветь раму Вот эта вот губа, вот эта Намази, она самая сильная Вот чувствуется Все остальное Идет как дети Все Занимаемся дальше Все, сверлочка Точанул как в масло Уже тут дырок на 30 Продубасили, пацаны, без Камаза Никуда Крепление барабана К ступице Оттуда вот То есть, я как бы сверлю Всегда, стараюсь использовать отверстия Если они, ну, этот, попадают в мой размер То есть, родные уже Чтобы лишних дырок не сверлить на раме Это все хорошо Ну, как мне и нужно Зацепиться за верхом Все классно Но Есть одно Но Очень отверстие вышло Вдоль губы У нас есть Болтик Камазовский Раз Эти я болты Не мажу Из-за чего? Чтобы они Не откручивались Все, что, то есть Ну, откручивается Там будет Балансир И все это мы Смазываем Это я не мажу Его нужно Раз Забить Крепко Вот именно До упора Именно Гайковертом Бью, ну Очень сильно И все И забыли Ну, еще раз Можно будет Вот, а потом Обжать По ямам Попрыгать Встать там Десять минут Побегать С гайковертом И все То есть Сейчас используем Болтик Камазовский Крассу И вот так раз И все четко Все Работаем И снова Седая ночь Снова Ей доверяю я Спалили Пацаны Дрел Блять Сука Ну, а что Рабыть Что теперь делать Надо что-то Химичить Новое Блять Почти все Одну сторону Еще даже Не до Сверлили Гляньте сюда Это Сегодня Целый день Без Обед И все Просто Сейчас я Потом На завершение Посчитаю Сколько Ну, короче Все хорошо Надо ехать За дрелью Какой-то Покупать Спалили Ну, блин 16 Сверло Китайская Дрель Ей уже 500 лет А из-за чего Отсюда Из-за того Что Дырки Усилителем Их там Видите Сколько Дырок Их Все Надо Отсюда Продуплить Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Девять Дырок Еще Блять Оттуда Нельзя Того Что Как-то Так Класс Да Санечка Вылезти Все Шабашем Уже У нас Холодает Вечереет Сегодня Цел Я падаю Что у нас По нашей Работе Одну Сторону Сверлили Процентов Девяносто Все Мне там Писали Архитекторы Конструкторы По Этой Мягкой Мебели Сейчас Отвечу Что и Рама Разорвется Вот Болтов Штук Пятьдесят Еще Не считал А может Они Ну Пятьдесят Точно Пацаны Болтов Точно Шестнадцатый Все Фирма Плюс Сварочный Шол Видели Все Здесь Обваливать Ничего Не будем То есть Оно Вот где Видите Как Рама То есть Мазводди Это Ман Пошел Мы Перекрыли Все Здесь А вот Полечим Сюда Нужно Будет Наложить Полосу То есть Плоскость У нас Вот это Совпадает С С Мановской Плоскостью То есть Правилом Как бы Пытаемся Лечить Это По этому Вопросу Здесь Два Швеллера Я его Сейчас Все Обожму А потом Сварю Заклепки Из-за чего Ж Говорю То есть Ну Не Выбивал Все Чтоб Оно Не Рассыпалось Там Через Одну Через Две Короче Выстрел А потом Их Обварим Для Самом Как говорится Этого Утверждения И Вот тут Шов Ну Это Уже В конце Я раму Всю Соберу Чтоб Там Не Начало Ее Куда Так Вести Крутить Здесь То же Самое Здесь Зарежем Середину Усилитель И То есть Рамой И Держишь Вот У нас А это Они Этот Подымали Выше То есть С этим Понятно Как бы Сымаю Чтобы Для Понимания Чтобы Не задавали Глупых Вопросов Ну Говорили Эксперты Инженера Что Порвется Сломается Ну Будем Рвать И ломать Как то Так То есть Из-за чего Так Много Болтов Получается То есть Фиксирую Каждый Узел По Отдельности Вот У нас Заходит Язык В середину Нужно Его Зафиксировать Да То есть Оттуда То есть Вверх Низ Там Середина Этими Делаем То есть Обсверливаем Нужно Усилитель Зафиксировать Нужно То есть Делаем Его То есть И все Набегает И набегает Это же Мы еще Здесь А еще Еще Не видим Отверстий И болтов Родных Мазовских Вот этих Мы не видим Из-за чего Я их сейчас Не сверлю Я хочу Сразу Все Потом Одним Махом Только чем Уже Нечем Сверлить Сейчас Надо Будет Какой-то Дрель Конус Ехать Покупать Здесь Мы Наложим Усилители Опустим Их Вниз Для чего Чтобы Снять Нагрузку С оси Балансирной И она У вас Будет Вечная Этот Принцип Сделанный На этих На Китайцах То есть Они Не Заморачиваются То есть Вытерлась Выкинул Листом Выбираем Толщину Там Возьмем 40х Или 45 Она И сырая Нормально Работает Даже Можно Наварить Ее Тоже Дело 17 Пацаны Вот это Вот Сегодня Целый День Так Чтоб Гляньте Сколько Опилок Стружки Масла Минус Дрел Спасибо Гайковерту Честно Без него И за миллион Я бы Не взялся Делать бы Эту работу Обжимаешь Все Размечаешь То есть Разбираешь И Сверлишь Ну Короче Весело Много Снимаешь То есть Всего Процесса Я не сильный В этом Любитель Как говорится Все Видите Мы Оне Заварили То есть Как бы Впервоначально Болтами Зацепили То есть Где можно То есть Хотелось Больше Болтов Но Там Реально Места Нет Вот Видите Ну Оно Никуда Отсюда Не денется Сварочный Шел Болты 16 Фирменные 10 И 9 То есть Все Фирма Уже Завершается У меня Болты Он даже Мазовский Болт Чтоб Так Маз Не обижался На нас Чуть Чуть Этого Хамазовского Болтика Ну Все что есть Реально Кончаются Уже Болты Блин Надо ехать На дальние районы Есть Есть Там Места Еще У нас Недорогие У нас Вот такие Вот Болты На 24 100 Миллиметров Эти Немецкие Хорош Ну Вот он Вот такого Типа Это Родной На базаре 160 Гривен С гайкой Ему цена То есть К новому Болту Не скамывлен Ну Проверено Обжимается Резьба Не тянется Я тут Взял Себе На Вот они Вот Болт 10 И 9 Ну Я уже С этой Фирмой Работал Как бы Ну Нормальная Резьба Классная Гайка Сейчас Покажу С этим С их Пластиком Ну Вроде Работает Пацаны Как оно Никому Неизвестно Шайб Тут Натачили Еще На 18 Дедушка Сергей Викторович Спасибо Огромное Вам Гляньте Чистота Обработки Ну Уровень Так что Как то Так Сейчас Эту мы Да Сверлим С эту Торону Осталось Еще Вот тут Еще Ряд Грубо говоря Болтовый Все И мы Ее Зацепили Думаю Что Вырвется Может быть Что то Но Не это И лопнуть А если И лопнуть Это будет Хорошо Ну Лет Через 50 Может Сгниет Мы тогда Разбогатеем Все Все Пацаны Не буду Долго Балаболить Тут Особо Нечего Как говорится Разводить Жалко Дрельку Конечно Ей уже лет И лет Не выдержала Она Брачная Ночь Ну Ничего Что то Будем Рабуть Все Ребята Всем Привет Всего Самого Наилучшего Снимаем Как бы По Возможности Отвечаем На вопросы На ответ На задрочки Ну И на все Такое Все Братья Иду Мыться Бриться